Здравствуйте! Прошло почти 10 лет с тех пор, как были представлены первые углепластиковые катушки от Shimano. Представленные в 2012 году Raranium C4 Plus и Stradic C4 Plus получили самые престижные награды на профильных выставках и широкое признание у независимых обозревателей по всему миру. Исключительно удачное сочетание цены и качества сделало их самыми рекомендуемыми спиннинговыми катушками для пресноводной ловли. В 2016 году Shimano показало четвертое поколение катушек этой линейки и уже летом они появились в нашей стране. По цене катушки серии C4 Plus находятся примерно в середине модельного ряда Shimano между Биомастерами и Твин Пауэр. Дешевыми катушки из такого сверхсовременного материала как углепластик быть не могут. Это высокотехнологичное и наукоемкое производство, доступное только лидерам отрасли. К тому же эти катушки буквально нафаршированы новейшими идеями компании Shimano, почти также как топовые Stella и Vankish. Однако стоят эти катушки существенно меньше, чем флагманские модели. Отсюда и повышенный интерес к ним. Посмотрим что новым. В первую очередь в новом поколении модель Raranium упразднена и больше продаваться не будет. Вот американская Stradic C4 Plus, европейская Raranium C4 Plus отличалась только скоростью и передачей и теперь эти катушки объединили в одну. Новая модель называется Stradic C4 Plus и предлагается как в версии с повышенной передачей, так и с обычной. Кому нравился Raranium, найдет привычную для себя скорости в 16 Stradic. Шпули новых Stradic существенно легче, чем шпули Raranium и Stradic 2012 года. Выбрали больше металла, изменили конструкцию и в результате вес новых шпуль теперь на уровне топовых моделей прошлого поколения. Подшпульный узел прежний, но с небольшими доработками. Добавлено прочное защитное покрытие. Этот узел практически не отличается от топовых моделей, но подшипник здесь не установлен. Имеющуюся втулку при желании можно заменить подшипником самостоятельно. В катушках использован новый ротор MGL, точно такой же, как у недавно появившейся топовой 16 Vantage. Этот ротор не только легче прежнего, но и жестче. Убедиться в этом несложно. Новый ротор ощутимо меньше играет под нагрузкой. Конечно, никуда не делась и замечательная цельнотянутая SR-душка. Была она в прошлых моделях, есть и в 16 Stradic. Такая душка наилучшим образом подходит для ловли с тонкими шнурами. Также немаловажно, что эта душка не ломается и при деформации ей легко вернуть первоначальную форму. Ролик лесоукладывателя вращается на одном закрытом шарикоподшипнике, как и прежде. Но подшипник теперь запрессован в ролик, что позволило отказаться от трущихся деталей и сделать вращение более легким. Как раз то, что нужно при использовании мягких современных шнуров. Важнейшим отличием от прежних моделей является повышенное внимание разработчиков к защите механизма от грязи и брызг. Новейшая технология защиты Core Protect реализована в этой катушке полностью, точно так же, как и в 14 Stradic. Все соединения прикрыты резиновыми сальничками. Щелей нет ни в корпусе обгонной муфты, ни в корпусе самой катушки. Конечно, если утопить катушку, вода в корпус проникнет. Но даже самый сильный дождь механизму больше не страшен. Внутрь вода не попадет. А следовательно и приносимая водой грязь. Корпус новых катушек сделан очень точно, на самом высоком уровне. В сравнении с прежними C4+, корпус стал массивнее, его стенки толще. Очевидно, что это очень жесткий и прочный корпус. Такой корпус мало в чем проигрывает металлическим, но выигрывает в весе. Малый вес многих рыболовов наводит на мысль, что углепластиковые катушки не годятся для сколько-нибудь существенных нагрузок. И катушки с гибридными корпусами или металлические тут предпочтительнее. Это совсем не так. Мы же не считаем металлические спиннинги предпочтительнее углепластиковых. Но важно помнить, что минус углепластиковых катушек точно такой же, как углепластиковых удилищ. Они боятся ударов и требуют аккуратного обращения. Впрочем, не более аккуратного, чем магниевая ванкиш и стелла. В остальном это отличные корпуса, механизм в них хорошо стабилизирован и логотип Хаган тут вполне уместен. Напомню, что жесткость корпуса является одной из составляющих этой концепции. А малый вес углепластиковых катушек, особенно подвижных частей, шпулей, ротора, самым положительным образом сказывается на общей чувствительности снасти. И в этом 16-й страдик не уступает топовым катушкам. Механизм перенесен вверх корпуса и центр тяжести таким образом смещен ближе к спиннингу. Как и в новейших топовых катушках, это сделано для того, чтобы облегчить манипуляции снастью, повысить ее чувствительность и уменьшить усталость кисти рыболова. Сам механизм выполнен на очень высоком уровне, впрочем, как и у прежних углепластиковых катушек Шимана и в топовых катушках недалекого прошлого. Из существенных нововведений механизм замедления подачи шпури. Сделано это для более ровной укладки лески на шпулю и увеличения дальности запроса. Ручки катушек особо не изменились, но получили более легкие кнопы удобной новой формы. Вращаются кнопы на одном подшипнике, в основании установлена втулка, точно так же, как и в прежних страдиках и рарериумах. Но в отличие от них ось кнопа здесь стальная, а не алюминиевая и менее подвержена износу. Тем не менее место здесь грязное, требует внимания и ухода. Не будет лишней и замена втулок подшипниками. Подытожим. Как нам кажется, конструкторам Шимана удалось решить достаточно сложную задачу. Улучшить и без того отличные катушки образца 2012 года. 16 страдик можно смело рекомендовать самым требовательным рыболовам для самого широкого применения. Если вы увлекаетесь сверхлегкой ловлей, обратите внимание на тысячный размер. Ее механизм поспорит с лучшими катушками прошлого десятилетия даже в размере 2500. И при весе всего 160 грамм это очень крепкая катушка, которая откроет перед вами новые горизонты сверхлегкой ловли. Тем, кто любит самый популярный у нас 2500 размер, прекрасно подойдут и новые страдики C4 Plus в этом размере. Без всяких ограничений и к самому лучшему делища. Выберите лишь подходящую вам скорость подмотки. Для больших глубин, крупных рек и водохранилищ стоит обратить внимание на 4000 размер. Этот же размер наверняка заинтересует и охотников за жерехом, и любителей фидерной ловли. Последним, правда, придется мириться с тем, что катушка вращается только в одну сторону. Зато вес в этом размере рекордно мал для такой мощности, всего 230 граммов. Спасибо за внимание, не хваста вам и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова